Друзья мои, свободные галлы, вы когда-нибудь слышали, как кричат тупоносы? Нет! Я сейчас хочу вам продемонстрировать. Тупоносы кричат. Ой, ой, ой! Тупоносы! Если вы не знали, тупоносы — это птица! И она является символом нашего клана. Вот она. А теперь я хочу вам рассказать историю про то, как эта птица стала символом нашего клана. Как все знают, детей обычно находят в капусте или в других овощах. Кого-то покупают на базаре, но в Галлии не так. В Галлии детей переносит аист. И вот, когда у вождей клана должен был родиться сын, знаменитый Абранокурсис, вызвался самый сильный, самый могучий аист. Он сказал, у меня на счету уже тысячи детей, и я понесу вождя. Другие аисты смирились, сказали, да, ты достоинь нести этого великого человека. Аист нес Абранокурсиса сквозь шторма и бури, сквозь леса, поля, чаще. И тут Абранокурсис услышал музыку неба. Это было знамение. И он начал танцевать. Он начал танцевать в мешке, в клюве у аиста. Клюв начал дрожать. Аист не выдержал этих колебаний. И он грибнул, остановись, что ты делаешь. И это была роковая ошибка. Сверток выскользнул из клюва у аиста. Абранокурсис, молнией, полетел вниз. Аист, понимая, что положение спасут читанные секунды, бросился в пике. Он летел. И чем ближе приближался к земле, тем скорость больше становилась. И когда на земле стояли считанные метры, он выжил всю сторону, которая у него была. Схватил Абранокурсиса, швырнул его в сторону, но не успел спикировать и ударился клювом в дуб. Это было очень больно. Боль сковала его. Если бы он в тот момент знал, что случилось с его клюва. Он встал, отрекнулся. Достал из косметички зеркальце. И о нет! Клюв был тупым! Что же делать? Но долг был дороже. Дороже клюва. Он взял Абранокурсиса, отнес его родителям и удалился в лес. Шли годы. Абранокурсис рос. И вот когда ему было 30 лет, он сказал, я обязан жизнью одному пернатому другу. Понял? Я должен. Я должен отыскать его. Он шел через леса, через чаще. Он пробирался сквозь заросли туй. И вот он нашел, он нашел знаменитого, тупоносого Аиса. И он попросил его быть символом племени. И с тех пор тупоносый Аис является символом племени Ганчского. И еще раз, еще раз, я хочу, чтобы вы услышали, как кричат же тупоносые Аисы. А сейчас мы хотим станцевать для вас танец. Вы видели, как мы танцевали сегодня хоровод. Но у этого хоровода есть огромнейшее значение, огромнейший смысл, который мы сейчас вам споем и станцуем. Пожалуйста, будьте внимательны. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...